СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Магомед Камиль Абдулаев, это директор детской школы искусств Хасавертовского района Республики Дагестан. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Друг и родственник, сказали нам представить еще одного гостя, друг и родственника Магомеда Камиля Абдулаева, Абдулла Гаджи Дайтбегов. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день и вам. Может быть, сразу с музыки-то и начнем, потому что я вижу, что вы пришли именно с инструментом. Давайте прямо сходу что-нибудь исполним, что на душу, как говорится, ляжет, а потом уже я расспрошу вас о том, что за инструмент вы принесли, какое значение он имеет в Республике Дагестан, его история, его корни. Но в первую очередь хочется, конечно, послушать звучание, чтобы особым колоритом наша сегодняшняя встреча наполнилась. Пожалуйста, Магомед Камиль. С удовольствием. Да, давайте, давайте послушаем. Я бы хотел исполнить песню слова Магомеда Гунашева, народного поэта Дагестана. Слова называется «Трудно в душе, когда красивые женщины стареют». Песня называется «Трудно в душе, когда красивые женщины стареют». Слушайте, как глубоко, а? Музыка Мазагипа Шарипова. Музыка Мазагиба Шарипова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажите Выглядит очень интересно Несмотря на то, что Все струнные инструменты Походят друг на друга Принцип один Корпус, гриф Количество струн может быть разное Здесь в данном случае сколько? Три струны? Две ate Один палка, два струна горит. Нет, вот сейчас мы послушали, это слишком, может, как-то уничижительно. Это делается из дерева липа. Из липы делается? Да. Самое хорошее дерево считается, вот у нас в высокогорных местах, она липа бывает в высокогорных аулах. Там, которая с рекой, где владельцами пролежала, она это самый, как поспевший липой считается. От него хорошее озвучение бывает. Ну, липа, оно податливое дерево, да, его... Да, податливое. Легче с ним что-то делать, и с ним работать ли полегче все-таки? Да, и самое легкое тоже оно самое бывает. Ну, это инструмент, я еще, когда мне было 4-5 лет, у нас был аварский певец, заслуженный артист, народный артист. Поближе, пожалуйста, к микрофону, да? Республика Дагестан, Даку Асадулаев. Он, когда через радио слушал, он, когда пел, я из ящика, дошечка в руках или веник, у меня разницы не было, и начал вместе с ним играть вот так, и сам руками. Я любил вот этот инструмент и его озвучение. Это, конечно, старый аварский инструмент. Сколько ему лет, веков, когда впервые такой инструмент, как Пандор, появился на свет? Наверняка легенды какие-то есть, связанные с этим. Есть 2018-е, еще 18 лет. В прошлом году, позапрошлом году было 2000-летие, это Дербента, самый старый, этот самый, считается, в России был Дербент. А в Дербенте нашли вот этот инструмент. До основания Дербента надо считать, да, он еще был изготовлен? Считаю, 2000-летие уже, считаю, уже есть. Ага, 2000-летие уже есть. Да, да. Получается так. Дербенте. А этот инструмент чуть меньше, он вот такой же, вот точно, вот такой же Пандор, он находится в музее Дербенте. Ага. Находкин. Вот давнишний инструмент, конечно, у нас в горных аулах собирались аксакалы, там кто-то баран режет, кто-то бека режет, и певцы, всех певцов собирались по кругу, я там проходил этот Пандор, пели, они на этом инструменте очень ценили. Сейчас в последнее время молодежь перешли на Ямаху, на другие инструменты. На современные электронные, цифровые, да, вы имеете в виду? Да, электронные, цифровые. Я-то обоим сыновьям тоже, у меня двое сыновьям, обоим сыновьям тоже подарил, и по одной внукам тоже чуть поменьше их, чтобы остались у них памяти, чтобы у них дома был. Если кто играет, кто любит, тот же, когда заходит, чтобы руки взяли. Чтобы музыкальные традиции народа помнили, чтили, понятно. А что касается вот этого инструмента, его история, где, кем он был изготовлен, сколько ему лет, на котором вы сейчас исполнили песню? Это инструмент, у него в Дагестане есть две мастера, которые вот эти делают. То есть так просто в магазине не купить, это только лишь у мастера надо заказывать, он изготовит и так далее. Магазины, они с фанеры заклеены, такие, как это самое, не такие, тоже это самое. Где-то в зонах делают ребята, вот в Шамхале, там у нас в Тюбе, эти ребята... В тюрьмах. Ну да, в исправительных учреждениях. А такие настоящие пандуры, которые делают, остались сейчас два человека, которые, я знаю, здесь не через октябрь, это идет просто вот обработка. Да-да-да. И история ее, как я в начале еще, до начала передачи тоже говорил, один бедный человек... Поближе все-таки микрофон, да. Один бедный человек улюбился богатой, из богатой семьи девушек. Вы расскажите, да, пожалуйста, эту легенду, чтобы вы узнали. Был один дерево и один козел. Все время у него только мечта была на этой девушке жениться, и думал, в дальнейшем жизнь у нее будет удачной. А она была не из простой семьи, из богатой. Да. И она выходит замуж за другого. В это время он рубил своего, это самое, единственное дерево, и с него делал вот такую фигуру, пандур. Зарезал козу, сушил кишки, вместе с леской он тогда... И, говорят, где-то сто тому назад тоже из козлини кишки делали вот эти струны. Тоже как раз, да, для пандора? Да, вот так специально делал. Сделал, и он спел одну коплетку про нее. Не твоя вина, это моя вина, что я родился, оказался такой бедным. Твоим родителям захотелось, чтобы ты попал в богатые семьи. Ну, тебе счастливой дороги, удачи он ей тоже пожелал. Как это на аварском говорит... Это трудно переводится. Но смысл? Вот такая моя судьба, он песню спел. И вот с того времени мы тоже нашли эти пандоры где-то в домокультурах. Я играю на балалайки, играю на хамусе, играю понемножку для себя темно-аккордеоны. И на этом пандоре тоже. А основной инструмент, на котором вы учились играть, все-таки как руководитель детской школы искусств? Я на этом пандоре играю. На пандоре? Да. С какого возраста вы, кстати, играете? Я когда с пятого класса играл на балалайке. С пятого класса, это примерно лет 11, да? Получается, 12. Да, 11. 11, да. 11, художественные мероприятия, со школьниками я играл на этом балалайке. И тогда у нас как был сельский и школьный, в селе концерты к первому маю, к седьмому ноябрю. Ну это везде, по всей стране тоже было, да, по всей стране, да. Сейчас тоже традиция сохраняется, да. Потом с балалайки я перешел, взялся за пандор. Три струны вам показалось много, вы решили к двум. Да. Ну, балалайкой я основной пользовался. Вот когда девушки, женщины поют с ними, озвучение для женщины – это балалайка. Акомпанемент балалайка? Пандур – это настоящий мужской инструмент. А еще никогда женщины сами не играют и не поют у нас. Только это мужской инструмент. А, только мужчине разрешается, да, брать в руки? Разрешается женщина. Есть две женщины, которые ездят вместе с пандуром в этих, даже на конкурсах «Звучимый пандур». Там даже одна женщина первое место заняла. На конкурсе? На конкурсе. Здесь с Гумбетовской района. Разрешает. Ну, вот две женщины, которые мы знаем, на пандуре, которые поют. Но они, наверное… На основном устройство инструмент. Они, наверное, в Дагестане популярные женщины. Это их все, наверное, знают. Все-все знают. Все знают. Они раньше пели на этом гармошке. Сейчас там столько стали на гармошке, а так они… Они решили выделиться. Выделиться. Чем-то. Да. Специфическим таком. И таки мы вернулись вот к традиционному такому инструменту, которому более двух тысяч лет, как мы выяснили. Да. Точно, видимо, дату невозможно уже установить. Невозможно. Пару тысяч лет – это точно, конечно. Расскажите, пожалуйста, про детскую школу искусств в Хасавюртовском районе Дагестана, который вы возглавляете. Вы сказали до начала передачи, что у вас есть известные коллективы, которые путешествуют, радуют своим творчеством. И жители нашей страны, и за рубежом тоже бывают. Расскажите. Я работаю с 2011 года, с декабря месяца, директором детской школы искусств. До этого работал заместителем начальника управления культуры Унсукульского района. — То есть вся ваша жизнь, можно сказать, в сфере культуры? — С 1980-1986 года, 13 ноября… — 32 года уже прошло. — Да, в культуре. И детских… Я постарался улучшить, до меня был… Сейчас он у меня заместитель работает у Хумая Кур-Ахмат, директором. Ну, я взялся за эту школу и показал в республике результаты. Потом Министерство культуры начало нас отправлять. И в Сочи мы ездили, и в Ладе-Кавказе… — Поясните, пожалуйста, какие результаты мы имеем в виду? Потому что людям, непосвященным, может быть, неясно сейчас. — У меня в школе национальные танцы народу Кавказа… — На танцы сделана ставка, да? — Да, на танцы. — Обучение ребят как раз-таки? — Да, по хореографии. И начали пригласить соседние республики Чечня, Ингушетия, Осетия на всероссийских фестивалях. Мы в Сочи в 2014 году взяли первый гран-при всероссийский фестиваль. — В 2014 году? — Да. — Это в год, когда Олимпиада была у нас? — Да, да. Вот, перед Олимпиадой. — Перед Олимпиадой. — И после этого мы были приглашены в Турцию. Не успели мы с ограниченными паспортами сидеть. Мы поехали туда ансамбль «Хасаюд» с другими. — Ваши коллеги, в общем, поехали, да? — Да, в Белоруссии были мы в сентябре с 10 по 14 числу выступали 4 Дни Белоруссии, Российские Дни Белоруссии, 39 регионов. — И Россия в Белоруссии? — Да. Ездили мы в Италию. — Ого! — В Рим. — Приглашали тоже? — Приглашали. Тоже Российские Дни в Италии. И хорошие результаты, два ансамбля, ансамбль «Дружба», ансамбль «Радуга», детский хореографический ансамбль, занимается у нас... — Вот это как раз школа искусств Хасаюдовского района, да? — Да. — То есть где-то искать, наводить справки, то именно это и нужно иметь в виду. — Да. Наше главное — это в такой возможности. Мы находимся, у нас учредитель муниципально образования Хасаюдовского района. — У нас такое... — Ну, это муниципальное учреждение. — Да. — Образовательное детское, да? — Да, муниципальное учреждение. — Ну, как и у нас в городе, собственно, тоже, да. — И у нас глава администрации Джамбулла Чапиевич Салавов. Он человек заинтересован и в культуре, очень. Мы, даже можно республике сказать, как у нас такие формы снабжения, обеспечения с инструментами и других, это сами нету. Нам все возможности нам он дал. И нам примерами остаются детям-танцеры молодости Дагестана рядом с нами. Дети могут в любое время заходить, посмотреть их репетиции, смотреть. Поэтому у нас престижи есть хореография. У нас все заслуженные работники, которые танцевали молодость или изгиньки. — Они у вас преподают? — Преподают. — Работают? — Да. — Вот чтобы сравнить, как детская школа искусства выглядит, ваша родная школа, чтобы с кировскими как-то сравнить? Это отдельно стоящее здание? Насколько большая площадь? — При Рамазану Гаджуму Раджу Абдулла Теппе у нас был построен очень современный Центр традиционной культуры народа России. И рядом же такая же типовая школа искусства. Здание для школы искусства. Один из лучших зданий в республике. У нас все условия. — Одно из лучших зданий в республике? — Да. — Я не ослышался. — Одно из лучших зданий. — Под детскую школу искусства? — Да. Это, конечно, заслуга нашего главы района Джамбулата Салова. Все санитарные состояния, все условия, любые репетиции, репетиционные залы. Где-то мы раздевали, гардеробные, душевые. — Концертный зал есть, полноценный, с хорошим оборудованием, все есть? — Все есть, все инструменты есть. Никогда не было, чтобы чем-то не нуждались. Вот коллеги мои, когда приезжают из других районов, с Баба-Юртовских, Новолахских, они говорят, что здесь не работают. — У вас все есть, да? — Это из-за того, что у нас очень много приезжих бывает при командировании работников внутренних дел. Ихние городки. Мы ездим туда. И провожаем мы через 6 месяцев бойцов. — Когда у них заканчивается командировка служебная? — И не смотрим в полевых условиях, где у них палаточный городок. Дождь будет, снег будет, дети танцуют только так. Бывают удивлены в этом. За то, что есть такие успехи. И глава говорит, вот когда мы в Сочи ездили, смету, когда предъявляем смету, он от себя еще говорит, дети говорят, любое время могут быть голодными, от себя лично отдает, сколько это, сумма денег тоже, это говорит на дагестанском, это садака детям. Они говорят, нас радует, они говорят, наше будущее. — От чистого сердца еще вкладываются. — Наши дети, молодость Дагестана, 50% состава, выпускники нашей детской школы искусств. Оттуда же и передаются, и в лесгинку тоже. — Молодость Дагестана, напомнить, это уровень республиканский коллектив. — Да, 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 коллектив Министерства культуры. — Да, 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 известный. — Один из известных, вернее, дагестанских коллективов творческих. И пять лет занимаются у нас, и сразу они заочно поступают учиться. Молодость эта, работают, танцуют. Пятнадцать лет, даже стаж на стаж, это самое уходит наше обучение. Пятнадцать лет они выходят в пенсию. — Пятнадцать лет. — Трудовый стаж, у них пятнадцать лет, нагрузка там есть. В школе очень много детей с искривлением позвоночника, сутули. Вот назначение врача — плавание или танцы. Таких очень много детей. — Только так, да, можно поправить как-то положение? — Шесть-семь месяцев, даже ребёнок, вот сегодня как увидел, вот пять-шесть месяцев. По городу, когда идёшь, даже заметно бывают школьники, вот детской школы искусства. — Осанка. — О, занимается, да, сразу видно? — Да-да-да. — Сразу к солнышку потянулся. — Одновременно и танцы, и лечение, всё вместе проходим. — Сколько сейчас в детской школе искусств у вас ребят занимаются? — С филиалами 613. — 613, а филиалы, они... — Филиалы тоже, вот в селах. — Здесь же, в Советовском районе находятся? — Да, в Советовском районе. — Ничего себе. Были времена, когда больше было, или это постепенно цифра растёт, она с годами? — В 2012 году, когда я пришёл, где-то около 120 было. — О, так вы практически, ну, в пять раз вы, получается, да? — Да-да-да. — При вас увеличился. — Новые здания, новые условия, когда это сами создали, с других школ. Там и в городе были школы, и другие школы, городские, а мы районимы, то есть, что тоже находимся в городе, просто у нас условия неплатные. — Абсолютно бесплатная школа, да? — Абсолютно бесплатная. — Для всех желающих. — С какого возраста берёте ребят? — Мы с 6 лет до 15 лет. — С 6 до 15. — Неограниченное количество двойных, тройных нагрузках работает хореография. — Дело такое, дети, главное их привлекать к чему-то художественному, музыкальному, привлекать, чтобы вот это время, у нас самое такое время было в Дагестане, вот, и с деревчатками, и ненужными делами, вот, занимались. Вот рядом, который проходит хореография, преподаватели нам в августовском совещании были предупреждены, чтобы не ограничить количество приёма детей. Сделайте всё, чтобы дети были заняты. — Есть желание, хотя бы, небольшое желание, всё, пожалуйста, бери, будем работать. — Рядом со школами иногда дети идут танцевать, вот мы показываем в разных школах и говорим, если у кого есть желание, приходите. Нагрузка есть на хореографии? Ну, ничего, мы премиальные пищем, зарплату их не обижаем. — На должном уровне стояло, на должном уровне. — Так, у нас сейчас будет небольшая пауза. Я напоминаю, что это программа «Союз нерушимый», и мы разговариваем, мы слушаем замечательный дагестанский инструмент, струнный, который называется «Пандор». Директор детской школы искусств Хасавюртовского района Республики Дагестан Магомед Камиль Абдулаев у нас в студии, его друг, родственник Абдулла Гаджи Дайтбегов. Продолжим буквально через полторы минуты. Союз нерушимый. Продолжается программа «Союз нерушимый». Магомед Камиль Абдулаев, директор детской школы искусств Хасавюртовского района Республики Дагестан, поющий и играющий директор школы искусств, и Абдулла Гаджи Дайтбегов, друг и родственник. Давайте что-нибудь еще, Магомед, исполним. Пожалуйста. Мы обещали что-нибудь энергичное, такое вот, может быть... — Зажигательное. — Зажигательное. — Зажигательное. — Ну, как настроение, в общем, у вас, да. «Пандор», напомню, звучит в нашем эфире. «Пандор» «Алжанал, тажанил, шабра'ил, адин» «Зимунгар, гадула, дидай, ютшу, лей» «Хежбор, ху, лейбиме, хаар» «Хаж яу, аарин» «Херингу, катала, рэкэл тэй, дидай» «Я сай, я чару, ху, е» «Я сай, дидай, асу, е» «Я сай, я чару, ху, е» «Юту, юссару хауде» «Моно, егог, егидэ» «Итхун, егилан» «Кинуско, ракалдэ» «Витхун, егидун» «Цоцулла, зол бала» «Цоцултсад бала» «Амац, асу, нару дирекет руту» «Я сай, я чару, ху, е» «Я сай, юссару хауде» «Я сай, я чару, ху, е» «Я сай, юссару хауде» «Моно» «Я сай, юссару хауде» «Я сай, юссару хауде» «Итхун чай, шуу ю» «Я кИтх Equity» «Это бала» «Эм, я этот г Innovate butter粉 «Амац, я барад» «Сам, я���ский би». «Я сай, юссару хауде» «Моно» «Я сай, ю н нo» «Я сай, юссару Зелы» Да, ну, чувствуется это пободрее. О чем произведение, только что прозвучавшее? Это про любовь. Ну, надо понимать, там припев, слышно было, что повторяются, там какие-то слова соответствующие, да? Вернись ко мне. Вернись ко мне. Вернись ко мне. Хватит. Там, бывает, не хочу, не могу. Хватит обижаться, там, да, все, там, мы предназначили друг другу судьбу, и мы должны быть вместе. Вот, да, да, вот, в смысле. Мы даже и без привода поведение. По настроению примерно как-то вот об этом я же говорил, да, да. Ну, вот это танцевать, наверное, да, в том числе принято под композицию? Встречает, наверное, тепло. Да, здесь уже можно и потанцевать, и послушать, ну, все вместе уже. Думаю, если бывает песни, не имею в виду, что послушать, бывает, что они и послушать, танцевать. Бывает песни только здесь, под них потанцевать. Да. Только до этого тянется. А вот и эта композиция, и та, которая ранее в начале передачи была вами исполнена. Молодежь дагестанская их знает, поет. Как вот прививается вот национальная культура вообще музыкальная молодежи? Ну, понятно, что в детской школе искусства этому огромное внимание уделяется. Но вот в семьях принято ли по-прежнему? Вот мы же рядом с Центром традиционной культуры находимся. Есть у нас семейные ансамбли, есть молодежь. Мы конкурс проводим в прошлом году. Конкурсы очень таких талантливых ребят выявили. Сейчас они стали заслуженными работниками культуры Республики Дагестан. Это в каком возрасте уже заслуженного присваивают? 20-20 с небольшим, что ли? 19-20-21-22. Ничего себе. Очень такие эти самые элементы. А насколько почетно так для понимания стать заслуженным работником культуры? Это очень дорогого стоит, да? Да. Вот у нас в Хазиатурском районе это самый многонациональный район считается. И один из крупных районов в Европе она считается не то, что Дагестан большой район. У нас национальный коллектив разный. Кумиксский. Мы представляем в Республике Чеченский Майдан. Чеченский. Потому что Кумиксский с Буйнакской районной, Бабайвертовской районной, Русский Майдан, Кизляр. Мы Хазиатурском районе представляем Чеченский Майдан. Но все национальности у нас и аварский, и Кумиксский, и Чеченский, и Даргинский. У нас все нации в Хазиатурском районе проживают. Поэтому у нас есть такие ребята по всем нациям. Очень талантливые молодежи. И всем равные внимания уделяете? И всем равные внимания. Все в равных находятся в условиях. У всех одинаковые возможности. А что касается Пандора, то есть возможность в школе искусств, в которой вы руководите, освоить этот инструмент? Насколько он востребован? Я вот в следующем году, в этом году я 6 Пандору получил, заказал. Так как этот мастер заболел, еще 4 Пандору у него заказал. Хочу в следующем году организовать кружок Пандору. Кружок или класс, соответствующий инструментом. Вот именно на этом. Сами будете обучать? Есть у меня знакомый преподаватель. У меня-то время мало будет, я сам их обучаю. Но вы как на административной должности, да, на руководящем. Но если такие, это очень хорошо, которые играют, просто у них нет образования на этом, преподаватели, например. В этом году они поступают, поступили, они уже заочно в колледж культуре и в соответствии с подзанимаемой должностью. В следующем году хочу, чтобы этот инструмент не забыть молодежью. Хоть из 10 человек, трое хоть выйдут, и то успех. Да хотя бы один, давайте там с малого начнем, да. Это уже будет хорошо, да. У нас на Агачху музей есть фортепиано, есть ребята, работа на гармошке, все это есть. Просто на этом инструменте пока не было на Пандоре. И думаем. А еще какие национальные инструменты? Осваиваются или тоже пока планы? У нас национальный инструмент, который исчезает, тоже зурна. Вот зурна. Можно назвать самым известным, самым известным, да, дагестанским народным инструментом зурна? Очень трудный инструмент тоже играть, она зурна. Там должен хорошее дыхание, хорошее легкое. Есть один-два человека, хотя я бы сказал, что они только. Он в Сукурском, Ахуахском, хотя тут кроме один человек, который на зурне играет, тоже уже в возрасте. Он говорит, неужели, говорит, мы не можем один-два человека научиться на этом, привлекать к этой зурне. Вот молодежь просто не хотят. Даже вот эти инструменты в руках держат, они стеснеются сейчас. Почему? Как-то им привыкли они к этой эстраде, ставили флешку, вышли там. А, электроника, гаджеты всевозможные, да, тоже берет свою, да. И нагрузка на это давать. Меня приглашают иногда на свадьбу, на день рождения, просто говорить с пандуром, на пару песней приходи. Вот есть такие молодежи тоже, которые хотят вспоминать основные. Соглашаетесь на такие предложения? Считаете, что это все-таки важно, услышать вот свой инструмент, да, на празднике? Вот в Нижнем городе. Столько лет 25-30 живут здесь, в Нижнем городе ребята. Один ночью мы по кругу сидели, там в гостинице. И время еще 6 часов никому не мешали. Пели такие радостные, такие довольные сессии этим аппаратом. Я когда в Италию ездил, дагестанский врач, Саидвего Джаолдин Гаджиевич, профессор в Италии, время работает. Время работает. Нервопатолог, единственный профессор по позвоночным грижам, любой размер грижи, без хирургического вмешательства лечит. Помогаете? Он вчера ко мне пишет 10 числа, с 10 числа на 10 дней приглашен в Москву, один из частных клиник в Москве, буду людей принимать 10 дней. Очень хотел бы, чтобы ты приехал в Москву с пандуром. Скучаю я пандур. Послушать всем, да? Да, он хотел в отпуск приезжать. Хоть высокогорный аварец, он... Ну, я прекрасно понимаю, что на природе, когда горы, когда воздух соответствующий, он по-другому там все-таки слышится. Там такое звучание, что, наверное, ах, просто захватывает целиком и полностью. Ну, и, собственно, может быть, есть планы выступления здесь, в Кирове, организовать. Вот сейчас вы пока только к родственнику приехали, ненадолго. Может быть, у нас же представлена Республика Дагестан, и ваши коллеги работают. Может быть, вы ждете приглашения? Можете поспособствовать, Абдулла Гаджи? Да, чтобы дорогого человека пригласить. Ну, и самое главное, чтобы дети здесь выступили, чтобы вы видели вот эти танцы жестные минуты. Наверное, бывает, иногда бывает. Это, наверное, помнишь, это было скандалы, что-то, лезнинки, там, на этих площадях танцуют. Вот эту вещь я не понимаю вообще. Лезнинки — это самый мирный танец. Лезнинки танцуют вообще, когда душа радует человеку, и тогда танцуют, это лезнинку. Артур Теон назвал инструментальным танцем, так я и не понял, откуда, очевидно, что это взялось. Почему я такое пришел название вообще? Не соответствует действительности, конечно, да. Вот это вот здесь вот подчастие показатели, вот наши, вот именно то, что у нас на республике танцы, танцы чеченские, или там ассетинские танцы, вот эти показатели, чтобы люди видели. Это действительно культура. Но раньше как-то это было связано. Как-то общались, наверное, побольше, или встречались побольше, не знаю. Я сам тоже учился всегда, там я учился, тоже и суд окончил. Потом и армию, все время, как-то 10 классов окончил, все время я тоже пошел по России, торпотаюсь. И потом по бизнесу, короче, это не было, это наживка, они учились, наши не воспитали, это мы там торговали, торговали, это по ориеночным этим зацепкам. Поэтому я пошел уже по-другому. Ну, давайте подумаем над тем, чтобы, да, дагестанский коллектив, ребят. Ну, это даже неделю до этого, если бы что там пригласили, там чего-то, 30 сюда, вот автобус устроят, приглашают идти сюда, и они радостные, и люди увидели, это было очень прекрасно. По-моему, Дагестану, наверное, жесткий график выступления, такой насыщенный. Ты просто видишь, там и дорого этого стоит, это было первых. Ну, конечно, 70 человек, как вы сказали. Да, они выезжают, где-то 30 человек, они выезжают в основном 70 вместе, они, вот, в Турцию, когда они ездили в Турцию, там где-то около 60, да, масса такой у них. А так 24, 12 и 12. То есть могут усеченным составом выступать. Да, да, да. Да, да, конечно. Ясно, ясно. Спасибо, вот так время быстро наше пробежало. Магомед Камиль Абдулаев, директор детской школы искусств Хасайотовской района Республики Дагестан. Спасибо большое, что сегодня у нас в гостях побывали. Удачи вам и сил на то, чтобы развивать вот свое родное музыкальное искусство, да, и давайте подумаем над тем, чтобы кировчане смогли, да, однажды увидеть творчество, воспитание. Вам тоже спасибо. Абдулла Гаджи Дайдбегов. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ